Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест Добрый вечер дорогие гомельчане и все жители нашей области Здравствуйте уважаемые телезрители В студии передачи Добрый вечер Гомель вас приветствует Александр Гамоля И очаровательная Светлана Князева В сегодняшней нашей передаче мы познакомим вас с очень интересными людьми Первый гость нашей студии будет художник-керамист из Гомеля Александр Новгородский Послушаем его знаменитые музыкальные духовые инструменты окарины Сегодня вы узнаете кто такая Доула Наша гость расскажет об этой профессии Также поговорим о интереснейшем творчестве художника-модельера Натальи Полуниной Борисевич Познакомимся с ее авторскими куклами из папье-маше Итак мы начинаем Первым в нашу студию мы пригласили художника-керамиста из Гомеля Александра Новгородского Александр добрый вечер Добрый вечер Александр скажите об истоках когда и где вы стали заниматься керамикой Да очень интересно Откуда ноги растут такая красота Давайте по порядку сначала Рассказывайте когда и что и как Ну а честно говоря не сильно вспомню То есть я в свое время художественную школу ходил Вот но очень недолго И помню что преподаватель вот рисовать мне не нравилось Вот а лепить как-то вот ну разовая такая акция Был чан большой с глиной Я так вот сейчас понимаю что это шамот Ну шамотная глина Вот и были занятия у нас по полепке И выдали мне кусочек глины Я сразу из нее что-то вывояло Вот видите как сразу В каком возрасте я прослушался Сколько вам было тогда? Маленький класс пятый наверное То есть лет 10-12 Ты видишь как сразу тяга Обычно ну как все говорят дети все рисуют А потом еще такая У меня период был 90-е какие-то 90-е последние годы Вот и такая тусика испышная Вот они на реческой фабрике Сбендели кусок глины Ну за бутылку там за что-то Они такими колбасами вытаскивались Ну сейчас уже фабрика не работает Так что можно про это говорить видимо Ну потому что видно много кто бендел Александр какие композиции работы у вас Вот вы делаете Знаем есть чайники неповторимые красивые Чашечки Вот до окарина мы дойдем Давайте пока Чайники и чашки И скульптурки И мелкая пластика Что вам больше всего нравится делать? Ну вот хлебная карточка То что относительно кормят Это все таки окаринные колокольчики Вот смотрите Вот этот музыкальный инструмент Который ближе ко мне Он похож на дирижабль Или мне кажется Наверное может быть Что-то есть в этом да? Да вот смотрите Такой вот Вот кабина внизу Ну тоже То есть в дирижабле чтобы воздух там Ну и тут то же самое То есть чтобы воздух гулял И звуковая волна плавно там образовывалась Не было каких-то кармашек Это интересно подметил Александр, говорят что в ваших работах Это не просто казалось бы на первый взгляд Бытовые какие-то предметы Чайники, чашки Они наделены магической силой Вот если чайник То там стихия Допустим вода Царит Проявляет свою силу Если это окарин То воздух Магии есть То есть Ну опять же Ровно столько Магии в Там В воде Которая В водопроводных трубах Ровно столько же Как и в моих там Окариных И огонь В этой В газовой плите Но С такой же магической силой Как и в печи В общем Света Все как и везде Да В печи Которая обжигает Там Какие-то эти Хорошо Магии есть везде Да Ну я в это верю Я в это верю Что магии есть везде Опять же Мы просто вот живем В таком механическом мире Который Ну типа расколдован Вот И в нем Не сильно Интересно жить Вот А если Относиться по-другому Немножко К тем же Обычным вещам То Как бы Интереснее жить И Смотреть на вещи Сквозь призму Сказки Мифов Легенд Мифов Легенд Мы знаем Что вы знаток Этносов Различных народов Это так Сказок Да Это все Я почитывал В свое время Я просто почитывал Разное И Ну не для того Чтобы там А просто интересно Было А вы можете Сейчас продемонстрировать Нам магию музыки Этих Легных инструментов Легко Ждем С нетерпением Сейчас Я просто Попытаюсь Продемонстрировать Ой От объема Как звук От объема Зависит Вот Допустим Маленькая Самая маленькая Это большая Да От маленькой Это большой Вот Это вот Маленькая Как это Называется Маленькая Свистулька Просто Или Ну В принципе Это окаренные Все окаренные Все свистульки Тот же принцип Если бы Я не знаю Там бутылка Была у вас Пустая Я бы на этой Бутылке Просто Поиграл бы Продемонстрировал В детстве играли Не стоит Александр Нужно какое-то еще Музыкальное образование Слух Все эти А я секретики Открою Да Ну хорошо Поиграйте А потом Откроете секретики Есть Есть такие приборчики Тюнеры Ну есть специальные тюнеры Для Духовых Инструментов Для Ну отстройки Вот Если Есть для гитары Есть еще какие-то То есть вот Покупаешь тюнер Для духовых Инструментов Дуешь Вот это вот Первая нота Это тоника Вот А от нее Потом Отстраиваешь Ну звукоряд Замечательно А как звучит Вот Бочкообразная Шлейта А я потом еще На двухкамерной Поиграю Ага А это Однокамерная Да С ней С ней можно Вместе Петь Интересный звук Действительно Бочкообразный Как из бочки Да Прекрасно Александр Александр Выталантище Матур Что делает Что делает Так красиво И играет Ну а Двукамерная Как звучит Вот раз уже Все мы перебрали Давайте Эту не упустим Превосходное звучание Скажите А много находится поклонников Этих музыкальных инструментов Люди покупают И для чего Как-то в подарок Или учатся Сами играть И может быть Мастер-класс Как-то преподносите Как это все Реализуется Поклонников Много не бывает Как и день Ну находится Как и день Да Да, конечно Покупают Вот Единственное Что Ну вот Допустим Формат такой Продаж Когда я выхожу Вот Он Ну редко случается То есть я На каких-то праздниках Я выхожу В народ Вот А вообще Я в музыкальные салоны Отдаю И по большей части Вот в Россию Получается А вообще Выставочная деятельность Как Насколько У вас С вашими композициями Выставляетесь Выставочка Была У меня персональная Выставочка Была В нашем Областном Центре На Ирининском Маленький выставочный Зальчик Вот Там выставочка Была В Минске У меня сборная Такие с ребятами Художниками Ну Потому что То есть я делаю Большие какие-то работы Но В основном Вот так вот Они Ну Не интерьерные И Выставочный зал Большое пространство Не заполнишь Ну так Чтобы эта Композиция хорошая Была То есть нужно Вагон Произвести Но я Вот за компанию С кем-нибудь Вот обычно Скажите Для вас Вот Лепка Производства Акарин Это Хобби Либо это Самореализация Бывают хобби Самореализация То есть Для меня Это Профессия И возможность Заработать Возможно Заработать Самореализация Конечно Вы душу вкладываете Выплеснуть Энергию Которая накопилась Позитивная Правда Душу вовсе Вкладываю Александр Знаем что До недавнего времени Вы работали Были свободным художником А сейчас работаете В областном центре Народного творчества Методистом Расскажите Чем там занимаетесь Я как-то думал Страшнее будет Если честно Да Ну то есть После стольких лет Свободного такого плавания Как-то с опаской А вообще ничего Хорошо Втягиваюсь И удовольствие Даже получаю от работы Методическая работа То есть Сидишь за компьютером Какие-то документы Планы составляешь Но вот Какая-то часть работы Которая мне самому интересна Я делаю Картотеку мастеров Видеотеку Картотеку мастеров Чтобы Ну вот Было предметно Это хороший кусок работы И действительно наглядно Чтобы знать Вот это я хочу Тем более Что есть много народа В Гомеле Творческого Которого я знаю Просто лично знаю И мне как-то И Сподручно Вот Что называется Вот это мое Ну и удовольствие получаешь То есть Вот работа А Общаешься с хорошими людьми Хорошая работа Это все Что делается руками Все что не делается руками Это Ну как-то вот Работой мне сложно Назвать Хотя есть Такие вот Предпосылки Что в нашем Областном Центре Все-таки Откроется Руководство обещает Что оно И печку приобретет Вот И я очень надеюсь Что может Может даже И в скором Времени Какие-то Такие В лучшую Сторону Предпосылки Ну в смысле Не только бумажная работа Будет А в том числе Ну конечно Можно будет и детей Добрать и обучать И детям И детям Вот как-то выпадает Вот эта вот Категория Люди Которые просто хотят Ну не случилось У нас были в гостях Художники Керамисты Которые вот Да И они высказывали идею Что Вообще хорошо было бы Создать в Гомель Такой центр Лепки Где вот Буквально за стеклянной Витриной Люди идут по городу И видят как дети Там взрослые Лепят Радуются И занимаются этим Прекрасным делом Вы Александр Предвосхитили Мой вопрос Хотела спросить Чего вам не хватает Чтобы быть абсолютно Счастливым Художником Керамистом Наверное Условия Да Ну нет Условия В принципе Ну что Что нужно для того Чтобы там рисовать Вот карандаш И бумага Все Больше ничего Что нужно Чтобы улепить Ну вот вы говорите Печка мечтают Многие керамисты Чтобы печка А это решаемый вопрос Все эти вопросы Они решаемые Хорошо Чего вам лично Тогда не хватает Вот работать хочу Работать Лепить хочу Александр Знаем что у вас Снят документальный фильм Расскажите пожалуйста Что за фильм Кто режиссер И что вообще В фильме отражено Галина Адамович Как-то так случайно Получилось Что вот она Ну добралась До нашей семейки Вот А у нас еще Значит Детеныш должен был Вот только-только Вылезти Вот я Ну на стрёме А тут эти Документалист Документалисты Они на самом деле Ну Не ко мне А моя очень хорошая знакомая Она кукольница Марина Скидан Вас ведь не узнать Прямо Борода Борода Длинные волосы Вот да Это вот атрибуты Свободного образа жизни Художника Да А на службу Уже так вот не походишь Особо Вот И вот бамбук Как будто это вообще Не в Гомеле А где-то На Гавайи Я из бамбука Делаю музыкальные инструменты Это вот как бы Одна часть моих Я и керамические делаю Но вообще разные И бамбуковые делаю тоже Замечательно Как зовут малыша? Манька и Ванька Двое Двое Это вот первая Старшая Ну этому фильму уже много лет Этому фильму много лет Ну это интересно Документальный фильм О своей судьбе Да И эти Режиссерка Она приехала в Гомеле Она про куклы Фильм снимала Вот И приехала к Марине Скидан Это чудесный мастер У нас в Гомеле Просто чудеснейший Вот я не знаю Как Что не скажу Все мало будет Как не похвалю Вот Просто Замечательнейшие куклы И она Это Режиссер Приехала снимать Про нее Куклы А Марина уже мне позвонила Говорит Саша Тут на меня эти киношники напали А мне нужно Ну кому-то говорить Ну чтобы не в стенку А Давай мы к тебе приедем Я говорю Приезжайте Только я буду молчать То есть Ты мне Ты мне говори Я буду слушать Но буду молчать Вот И она Приехала к нам И потом за меня зацепила И говорит Давай к тебе приедем Вот Я сначала отбрыкивался Отнекивался А потом думаю Ахай будет Конечно Это очень интересно Хорошо что согласились Александр Напоследок Поделитесь пожалуйста Планами Мечтами своими на будущее Что может планируете Какую-то выставку Интересную Или работы какие-то Выставку может быть Если там войны немцев не будет То Филиале Ветковского музея В охотничьем домике Вот В феврале Ну то есть Если там ничего Непредвиденного не случится То вот скорее всего Я Ну чего-то будет Какая-то выставка Ну правильно Организовывайте Потому что В Европе В магазинах музыкальных Акарин Ваши это конечно хорошо Но наши люди тоже хотят И приобрести И посмотреть на ваше творчество Прекрасное Спасибо вам огромное Что пришли к нам сегодня Поиграли нам Спасибо большое Мы желаем вам удачи Самореализации И новых Арен Для выхода И демонстрации Своих талантов Спасибо Спасибо До свидания Всего доброго Телезрителям напоминаем Что в гостях У нас сегодня был Замечательный художник Керамист Александр Новгородский Партнер показа Сеть фирменных магазинов Гефест Это программа Добрый вечер Гомель И мы продолжаем Саш скажи Ты слышал когда-нибудь О такой профессии Как доула Нет Света не слышал Мало того У меня даже название Пугает Доула Саш не пугайся Это такая профессия В чем суть Этой профессии Ты сегодня узнаешь Потому что у нас Очень интересный гость Первая доула В Гомеле Ольга Голуб Она является мамой Четверых детей И консультантом По грудному вскармливанию Ольга Добрый вечер Добрый вечер А также у нас в гостях Женщина Которой Ольга Помогала Во время родов И до этого Олеся Критская Олеся, Ольга Добрый вечер Здравствуйте Ольга Первый вопрос к вам Скажите пожалуйста Что это за профессия Доула В чем суть Доула Вообще с древнегреческого Переводится как Рабыня Прислужница И по сути дела Это женщина Которая Помогает Маме Рожающей женщине До родов Во время родов И после родов Она оказывает Эмоциональную Физическую И информационную Поддержку Как правило Доула Имеет такие навыки Не обязательно Но как правило Имеет навыки Поддержки в родах И она заботится О женщине в родах Она поддерживает Ее комфорт Какие-то профессиональные Навыки нужны Для того Чтобы быть доулой Образование Например Ибо это все Из опыта Из практики Вот вы матчите Из большой любви Вам доверяют Вот я вам доверяю Да Действительно Важный вопрос Потому что Его задают Вопрос про образование То есть С одной стороны Как бы образование Не нужно Потому что Доула Это не медицинская Профессия То есть Важное качество Для доула Это как раз Доброжелательность Это наличие Собственного Хорошего опыта Это умение Сопереживать Сочувствовать Поддерживать Женщину Вот Но с другой стороны Определенные навыки Тоже важны В этой профессии И На данный момент Так как это Я уже повторюсь Что профессия Не медицинская Она не подлежит Лицензированию Ни в одной стране мира Доула Объединяются В такие Общественные организации Есть Европейская сеть Доула Которая занимается Как раз таки Вопросами Обучения Вопросами Поддержки Качества Стандартов Работы Доула Определения Границы Профессии Доула И Вот я На данный момент Заканчиваю Обучение Такое обучение На доулу И Скоро получу Сертификат Надеюсь Скажите Ваши Клиентки Это Женщины Определенного Психотипа Либо Они в таких Каких-то Обстоятельствах Находятся Что нуждаются В таком человеке Вот Саша Ты наверное Имеешь ввиду Доула Пользуется Ее Установка Кому нужна Доула Нет кого-то Рядышком Из родственников Мужа Или мамы Кому Вот вы Нужны На самом деле Доула Может быть Нужна Абсолютно Каждой Женщине То есть Нет Какого-то Специального Психотипа Или Специальных Особенностей Женщины Или Например Это Может быть Женщина Ждущая И первого Ребенка И второго И третьего С мамой Которая Рожала Четвертого Ребенка Я тоже Была На родах Тут Важно То что Для любой Женщины Время беременности Во время Родов И вот Сразу После Родов Важна Поддержка Близкого Человека И это Может быть С одной Стороны Да Муж С другой Стороны Какая-то Подруга Или Сестра Родственница Но Также Это Может быть И доула Это Тоже Такой Человек Который Поможет Поддержит Поддержит Поможет Поделится своим опытом Профессиональные советы Даст Да около Ходим Если у нас Есть мама Которая Все это на себе пережила Олесь Поделитесь впечатлением Почему В свое время Приняли решение Допустить к себе Ольгу Чтобы она вам помогала Ну потому что Как правило Все истории Родов Они проходят В страшилках В страшилках В таких Да Рассказываются Какие-то ужастики Я хотела для себя Абсолютно другого Спокойствие Стабильность Увелье Спокойствие Какой-то эмоциональный Максимум информации Которая помогла бы Правда Да И поэтому На курсах Я вот познакомилась С Ольгой Курсы для беременных мам И поняла Что именно Партнер в родах Это то Что мне нужно Но не жалейте Помогла Действительно Да Конечно Я безумно благодарна Ольге Потому что Допустим В качестве партнера Можно выбрать Маму Мужа Но как для меня Ни мама Ни муж Это были не вариант Потому что Они безумно меняли Любят Это начиналось бы Паника И смотреть Как родной человек Мучается Потому что Как правило Все рассказывали Что это ужасная боль Это тяжело Вы сразу стали доверять Ольге Вот с первых Дней общения Да От Ольги Шла такая Какая-то Очень хорошая энергетика Энергетика Да И при том Спокойствие Такое Мало того Что спокойствие Но это еще было Как плечо опоры Спокойное Плечо опоры Я могу рассказать Как выглядит Примерно Работа Доула С женщиной Как она строится Есть несколько встреч Которые проходят До родов Первая встреча Это вообще знакомство Если мы были незнакомы И не встречались на курсах И нигде дальше И нигде раньше Потом есть встреча Как минимум одна На которой Женщина может задать вопросы Мы можем обсудить Какие-то организационные моменты Допустим Где бы она Хотела встретиться Дома Или И потом поехать в роддом Или сразу в роддоме Со мной встретиться Что бы она хотела От меня получить Мы можем попробовать Разные какие-то техники Расслабления И дыхания И массаж И еще что-то То есть все вот На этой встрече До родов То есть мы Не так что мы видим Друг друга Да Именно Только в роддоме Вот И в роддоме Когда мы приезжаем Я непрерывно Полностью сопровождаю Женщину И помогаю ей И чисто В бытовом Да В плане Там водички Там вытереть Подсолба Поддержать Поменять там Пеленочку Поднести Унести Но и Я могу И сделать массаж Я могу помочь Принять какую-то позу Подышать Попеть вместе с ней В общем всячески Облегчить И перевести Да И перевести тоже Где-то медицинские Какие-то термины На человеческий язык И после родов Мы еще находимся Несколько часов В этой индивидуальной палате Вместе с ребенком Помогаю с ребенком Если надо Приложить груди То есть Какой-то контакт Первый наладить Вот так вот Отлично Ольга Как вы все успеваете У вас у самих Четверо детей И занятия с мамочками Консультирование Столько всего Ну на самом деле Я не все успеваю Не все успеваю Просто есть еще одна дола Которая помогает Ольге Как доле Нет На самом деле Я не все успеваю Но действительно я Значит у вас очень хороший муж Помощник Да У меня есть помощники С нашими детьми И муж Который сейчас Кстати там с детками И мяня И бабушка Так вот кто это За студией Я-то думал Что это наши гости Вот И на самом деле То есть техническими Какими-то организационными Вопросами занимается Мой муж За что ему большое Огромное спасибо То есть А я непосредственно Уже общаюсь С беременными С родившими мамами Вот многие говорят Ну молодежь сейчас Думает Что дети это все Крест всему Крест карьеры Крест успеха Крест Чему-то не было Как вы к этому относитесь Это недальновидно Это правильно или нет Ну это наверное Сложный С одной стороны Простой С другой стороны Сложный вопрос И наверное Нужно целую передачу Сделать Ну вот мне недолго Чтобы поговорить о детях Что дети это прекрасно И дело в том Что когда Для женщины Это второе рождение Да И те кто прошел Роды Те кто родил Вот первого ребенка Те женщины Они прекрасно понимают Что они стали другими И назад уже Пути нет Саша По-моему Ольгин опыт Когда Знаешь меня Четверо Деток Конечно Этим все сказано Что она за Что это здорово Потому ценны ее слова Да Ольга А есть ли какие-то трудности В работе Дуалы Да Не все так прекрасно Не все так чудесно Да радужно Ну наверное Я тебе сказала Что все прекрасно Проблем нету Никто бы мне не поверил Вот Трудности конечно есть И трудности есть иногда Какие-то такие обычные С женщинами На этапе общения Мы обычно их преодолеваем То есть это зависит просто от опытности Скорее всего Дуалы От навыков ее общения Вот Но есть трудности в самом роддоме При взаимодействии с врачами Какого рода эти трудности Это непонимание Зачем я Кто я Может быть опасения Потому что врачи считают Что врачей достаточно в роддоме Да Какое-то опасение Со стороны врачей Что я тут делаю Не сделаю ли я чего-то такого плохого Что не глядится И на самом деле да Эта ситуация Очень похожа на ту ситуацию Которая была лет 10 Ну 8 даже назад в Гомеле В связи с партнерскими родами Партнерскими в плане родами с мужем То есть тогда это подразумевалось Роды с мужем И все тогда смотрели На этих мам Которые хотели рожать с мужем Как на сумасшедших И тоже ничего не понимали Они думали что Муж обязательно там что-то плохое сделает Навредит И зачем он вообще на родах И вот смотрите Прошло не так много времени И многие врачи даже хвалят женщин Говорят молодец Решилась пригласить мужа В каждом роддоме у нас в Гомеле Есть палата для таких вот родов Для партнерских Знаете так как все новенькое Еще у нас в Европе Это уже распространено Дола Это всем известны человеки Часто пользуются услугами А у нас еще Да И вот можно я тогда скажу Еще пару слов о том Что так как действительно Дола это уже сложившаяся профессия Ну народом с Америки Да То там проведено много исследований Вот это исследование научное И в ходе этих исследований Что было выяснено Именно роды с Долой То есть не с мужем Не с акушеркой Не со знакомой какой-то Именно роды с Долой Например на 34% Уменьшают вероятность того Что у женщин сложится неблагоприятное впечатление о своих родах На 28% уменьшают вероятность кесарево сечения Даже так На 25% сокращают продолжительность самих родов Что немаловажно Потому что да Роды могут длиться 16 часов Или 16 или 12 Да с Долой Это уже есть разница И на 31% уменьшают использование Синтетического окситоцина в родах Олесь Правда? Правда? Что такое говорила вам Ольга Что вот столько плюсов На самом деле это действительно правда Мои роды длились всего лишь 10 часов Это учитывая что первые роды Которые обычно Это и не мало То есть это Золотая середина Ну в среднем Первые роды могут длиться 18 часов 16-18 часов Это считается нормой Ну самое главное Я могу сказать теперь Что роды на самом деле Это не так страшно Как все рассказывают В общем вы нашим телезрительницам рекомендуете Рекомендую Просто вот у меня жара жала Она как бы Первые роды Она немножко сбилась с дыханием А тут Дола вам помогла Вот правильно дышать Вот чтобы все это Конечно На самом деле Вот Ольга Что немаловажно Она не навязчиво Направляла Как нужно дышать На каждом этапе То есть не было такого Дыши вот только вот так Этого не было Она мягко Но вот направляла Как стоит в этой Или в другой ситуации дышать И разные техники были Но чем мне еще было хорошо Это то что мы с Ольгой Прошли уже курсы И многое допустим я знала То есть если она говорила название То я уже понимала Что нужно делать Когда надо было Ольга дышала вместе со мной Надо было Ольга просто держала мне руку Ольга скажите Вот понятно что у нас В городе Гомель Вы одна Дола Там где-нибудь в Европе Их много Пока что одна А в Америке наверное Может быть есть и мужчины В этой профессии Нет А Дола в мужчинах Я не слышала честно На самом деле Это профессия распространенная В Америке То есть и в Европе Достаточно распространенная И даже в России Это на самом деле Сейчас пользуется Большой популярностью Именно сопровождающая В родах женщина Потому что муж Ну и с одной стороны Технически не всегда может С другой стороны Ну не все женщины Готовы видеть В своих родах Да Мужчины и мужа Ну и еще такой момент Мужчины они не могут Настолько Ну сопереживать Женщине Может быть Понять Войти в положение Да Они не могут понять Что происходит Они просто не обладают Они закрывают глаза Убегают И говорят Страх, страх, страх Никогда не забегают А женщине нужно Спокойствие И уверенность Чтобы она чувствовала Такую действительно Опору такую Что все хорошо Все нормально Ольга Напоследок Поделитесь пожалуйста Планами своими На будущее Знаем есть у вас планы Да Планов на самом деле Масса Ну во первых Сейчас закончить обучение Вот оно заканчивается В декабре И получить сертификат Для этого нужно Сделать определенные вещи Ну и дальше Продолжать обучение Потому что у меня в планах И еще и курсы по массажу По ароматерапии Ну то есть то что мне Может пригодится Да То что мне пригодится В профессии долы Кроме того мы хотим Сделать такой Это наверное будет первый Фестиваль для беременных То есть нас много делают Для мам с детьми Для деток именно уже А то для беременных Где бы беременные Могли посмотреть Какие услуги Есть в Гомеле Для беременных Какие товары Есть Могли бы зарядиться Хорошим настроением Поучаствовать В каких-то мастер-классах Интересных Лекциях Семинарах То есть вот такой вот фестиваль Ольга, Олеся Спасибо вам огромное Спасибо, что пришли к нам Сегодня на передачу Успехов вам В ваших делах Спасибо огромное Всего доброго До свидания До свидания До свидания В эти дни В прошлом году Через почту Учателя И лист Несомненно Найдет Своего адресата Начала Вот знаете Как интересно В жизни человека Очень главное Ну у каждого человека Своя миссия И здорово Когда человек Рано определяется И знает Кем он будет И что он хочет От этой жизни Вот так получилось Что я попала В студию К Покаташкину Ну Валентин Петрович Замечательный педагог Замечательно Был у нас в гостях Я всех знаю Да-да-да И может быть Даже не то Что он там Научил меня рисовать Я была очень маленькая Но вот что он Открыл мне эту дверьку И в принципе Я поняла Куда мне надо идти Со студии Я попала В школу Охремчика Сейчас это колледж А все времена далекие Это было Советский Союз Значит школа Это была Республиканская школа Интернат По музыке Изобразительному искусству Там собирали деток Со всей Белоруссии Были художники Были музыканты Она находится в Минске Да Она практически При Академии Эта школа была И педагоги Которые преподавали В Академии Мало того Они все В общем-то Именитые художники Белорусские Уже состоявшиеся По тем временам Они преподавали У нас в школе Ну достаточно сложно Было учиться Потому что Ну это такое Вот как маленькая армия Или там как Суворовское училище Потому что приходилось Не только много рисовать Но приходилось там Мыть полы То есть очень хорошая Такая трудовая закалочка Ну и кроме того Учились детки Этих художников И поэтому Даже среда обитания В котором Хотя мне было Очень трудно Я была поздний ребенок И любимой И обласканной Родителями И вдруг я оказалась Одна в этом сложном мире С этим социумом И дети были разные Не только вот Именитых художников Но были дети Из деревень Потому что считалось Что ломоносов И рождается именно В деревнях И вот приходилось Приспосабливаться И было достаточно сложно Вначале Пока я не подросла Наталья Ну вы и художник В прошлом Мы художник-модельер Знаем, что очень много Спектаклей интересных Поставлены Костюмы вы рисовали Создавали И куклы Ну давайте обо всем По чуть-чуть Вот о своем творчестве Ну вот наверное Художник-модельер Ну да Это вот такая профессия Я вообще Вот когда закончила Школу свою волшебную Я стала в раздумьях Кем мне стать Вот стал раздумывать Вот что мне дальше Делать в жизни Понимая, что я очень женственная Я например Наверное Не могу быть художником-живописством Все-таки какой-то Должен быть мужской еще Фрагмент какой-то Мужчины Внутри этой женщины Я пришла к мысли Что вот наверное Моделирование Это для меня Вот идеальный вариант И значит Я стала Искать Где же можно Поступить на модельера У меня такой был Друг художник Вот он сейчас тоже в Мозыре Он художник Он Дубрава Фамилия И он мне предложил В академии Есть такое факультета И я значит туда отправилась Но в этот год Этот факультет Моделирования Перевели в Витебск Потому что там считалась Лучшая техническая база И просто Уже в академии Этого факультета Не существовало Я конечно поехала В Витебск Был колоссальный конкурс Нас набирали Три человека То есть мы были Вообще первые Какие-то пташечки Такой мужской института Институт легкой промышленности Витебский И вдруг мы такие Три такие Вот как калибри То есть в шляпах С перышками В каких-то пальто И как бы Институт сразу Отдурел Просто Когда мы появились Ну и значит Я очень успешно Закончила И попала Сразу же В дом модели То есть Такого распределения Не было Но дом модели Минский Запросил И я как бы туда Сразу выехала Я делала дипломную работу Там подымковской игрушки И значит Я стала работать Конечно Очень интересный мир И интересная профессия Просто сказочная То есть появилось Много друзей Подруг Манекенщиц Были всевозможные Ну да Еще во-первых Советский Союз Мне приходилось Работать Во многих То есть я работала Во Львове Мы например Обслуживали Какие-то предприятия Я например Выезжала Отрабатывала Там коллекцию И потом возвращалась Такие были командировки В Прибалтике Вот Рига Садитайз Я работала Потому что вообще Художник была По трикотажу Вот И кроме того Была ярмарка Легкой промышленности В Москве Мы выезжали В общем Конечно Профессия была Умопомрачительная Ну и когда так получилось Что я вынуждена Была расстаться Лет 8 Я наверное Проработала Модельером И кстати Очень успешно Я была Необыкновенная Мы делали коллекцию За границу На Барселону Сама я не выезжала Я была очень юная Вот Ну и надо было Коммунистом быть При этом Что выезжать Тогда дальние Эти времена Советские Достаточно сложные И значит Я появилась в Гомеле И стал вопрос Вот кем мне дальше Здесь работать Город конечно Достаточно провинциальный Тогда на фоне Минска Он конечно маленький И первая мысль Вы знаете Вот у меня все время Теплилась вот эта мысль Я очень хочу работать В театре Вот я даже не знаю Может быть я сама Вот такая Какая-то артистичная Мне это как-то близко Я очень люблю театр У меня как бы и приятели Такие Даже вот и мой муж Сергей В принципе он пришел ко мне Из театра Вот как-то всегда Эта тема была очень близка мне И первым делом А живу я во дворе театра Когда я перебралась Я прямо во дворе театра И проживаю И я отправилась в театр И когда я стала интересоваться А можно ли мне устроиться Ну мне вот на те времена Сказали что вы знаете Город провинциальный Театр тоже И у нас такой даже ставки Художника нету Сами портнихи шьют И сами портнихи придумывают И вот не получается Я как бы стала очень метаться А я в общем-то не домоседка Мне очень сложно было сидеть дома При всем том Что муж обеспечивал И вообще могла вот так себя вести Но я как бы кошка Которая должна быть в миру И я стала разыскивать дальше Ну и получилось так Что какое-то время Работала модельером в лаборатории Экспериментальной В доме быта Была лаборатория И значит Шли показы мод Ну например идет там Манекенщица какая-то прелестная Она в шубке Она снимает шубку И вот это нижнее платьишко Делала уже я То есть она должна снять Перекинуть И вот остаться Уже в первом В верхний слой снимает И какой-то там второй На ней Ну и как-то так получилось Что все это распалось Тогда сложные были времена И все это разворушилось В стране И я опять стала Перед проблемой Вот где мне дальше работать Наталья, а сейчас Где вы работаете? Ваша местная работа Вот сейчас я работала Получилось так Что я вот как бы Раз и случайно Попала в эту школу Как бы совершенно Не имея педобразования Я появилась И я даже не знаю Почему меня туда взяли Ну Говорите о 19-й школе Да, о 19-й школе Вот я просто шла По интернациональной И увидела большой этот баннер Что 19-я школа И я почему-то решила А вдруг меня туда возьмут Вот хоть вообще никогда Не собиралась быть педагогом И как таковым Я себя не считаю педагогом Я просто человек Который очень здорово Выполняет вот свою роль Давайте о школе Чем занимаетесь в школе С детьми? Как вы работаете? Насколько я знаю Не просто уроки рисования Вы как-то индивидуально Больше подход И детей Да Дело в том Что иногда в незнании Наше счастье Вот люди обременены Педагогическим опытом Или знаниями Им, наверное, и сложнее где-то Потому что они уже Тут груз несут А вот в незнании Иногда наше счастье Вот когда я там появилась Я абсолютно не читала Там ни учебники Ни какие-то книги Вот ничего, что связано с педагогикой В общем-то Я не интересовалась Я каким-то своим Интуитивным путем пошла И вот, наверное, Какая-то моя внутренняя харизма Вот какие-то мои такие Замашечки артистические Вот какой-то мой свет Наверное, внутренний И вот какая-то среда такая Которая отозвалась Знаете, как обмен энергиями А дети Они настолько искренний материал И настолько чувствующие Что вот как-то Раз они потянулись ко мне Ну, вообще, конечно Вначале я тянусь Я никогда не жду от мира Что он потянется Или кто-то потянется Я тянусь к цветку Цветок тянется ко мне Я тянусь к солнцу Солнце тянется к мне Поэтому у меня совершенно Своя какая-то история Вот И очень успешная То есть я, не имея педобразования Я поднялась до вот этих высот Я достаточно известная в Гомеле То есть вот сейчас Часто приходят и просят У меня очень хорошее Академическое образование Занимаетесь с детьми Учите их рисовать Да, да, да Наталья, ну куклы ваши Восхитительные куклы Из папье-маше Это просто вот Невероятная красота Сейчас выставка проходит В областной библиотеке Вот расскажите о куклах Как вы вдохновляетесь Где черпать? Но они настолько необыкновенные Они похожи ни на что Такие восхитительные Расскажите о них Дело в том, что мои куклы Вообще, конечно, вот И к куклам-то пришла Как-то странно Вот я иногда думаю А почему вообще стала заниматься? Потому что какие-то вот Искания такие были Вот раз я там поэзией занялась Да, вот писала стихи Вот Олег Хананев вспоминает Действительно, они у меня там есть И даже они, наверное, неплохие Потому что мне предлагали издать Потом, например, я там занялась там графикой Да, но все это какое-то было такое Даже вот мне кажется Оно вот стихи в книгу не образовались Графика не образовалась В какую-то большую выставку А вот, наверное, это были какие-то шажочки И появились куклы Вот это было для чего-то Потому что вот вся жизнь моя Это как вот бусы какие-то И каждая бусина, она очень важна Вот нигде ниточка не разорвется Никакая бусинка не указится Как прекрасно графические работы здесь дополняют куклы Очень красиво здесь к месту рисунки кукли Да, вот поэтому даже вот эти Моя графика, она вот как ступенечка куклам Так вот, я иногда думаю А вообще, вот как они, вот как они Вот просто, ты знаешь, что я уснула И там проснулась, и кукла появилась Мы вот как-то привыкли большими масштабами мерить То есть мы вот люди склонны все мерить Вот какими-то большими событиями Там вот я вышел замуж Вот там я пошел в армию А вообще жизнь складывается Из чего-то очень-очень маленького И мы не всегда умеем вот это мелкое заметить И вот, конечно, по большому счету Если вот говорить, как любят все люди говорить То, наверное, кукла, она появилась Потому что у меня, моя половинка Муж стал заниматься куклой Ну или я... Объясним телезрителям Ваши прекрасные второй половинки Это всем известный наш мастер Сергей Михайлович Борисевич Который изобрел механическую куклу Всем известную Вот Или, может быть, я бы бывала на выставке Марины Скида Ну это вот так вот, если по большому Но вообще, если по-хитренькому на это посмотреть То, конечно, это что-то было очень маленькое в моей жизни Может быть, сирень расцвела раньше времени Или птицы не прилетели с юга И начались эти куклы Вот их даже вот трудно Даже, вы знаете, интересно процеживать жизнь И находить, откуда это проросло И ты каждый раз сомневаешься Но это дает возможность этого поиска И вот стали появляться куклы Ну и, конечно, вот знаете как Вот я все-таки же художница Вот все остальное Там поэзия, там учитель, там я, там модельер Все это как-то вот Ну вот в целом я просто художник И они рождаются Мне даже вот Знаете, где-то может даже Конечно, мне интересно Мне хочется, как любому художнику Чтобы это нравилось людям Но это идет все равно вторично То есть вот настоящий художник Он художник, потому что Он не может этим не заниматься Даже не от того, что он продается А он не может И вот это состояние Когда я прихожу И вот в эти маленькие какие-то Отрезки времени Между какими-то своими другими Там работой в школе Там, ну мама я Ну там жена И вот эти маленькие отрезки Я заполняю куклами И, конечно, они обо мне Вот в себе я это черпаю Да, важно то, что Самое главное, что мне нравится Как раз хотели спросить Вот отличительная особенность Вот, скажем, всех этих кукол Какая она То есть они все чем-то похожи Чем? Они на меня похожи Вот они, во-первых, все рыжие Вот если по большому счету И они всегда носатые И экстравагантные Да Может быть, они немножко сексуальные И вы знаете, вот просто В кукле Вот очень хочется рассказать Всему миру, какая я Может это глупо Но хочется Вот очень хочется И хочется вот Мало того, что я знаю, что я теплая И люди тянутся Иногда кажется, что это прикосновение Сделает человека счастливее Как будто Вот не каждый же может раскрыться А я могу вот так Может даже это глупо где-то Но я могу Но раскрываясь не от того Что вот я хочу там сказать Смотрите, я там самая великолепная А мне кажется, вот это соприкосновение Вдруг утешит кого-то Или даст вот какую-то возможность Правильно выстроить свою жизнь Конечно, конечно Согласен с вами И получается, что Вот эти куклы Они дают мне Но не всегда это прилично То есть я вот могла бы рассказать А все скажут Это такая почтенная барышня И так она себя ведет А не всегда это вроде как Вот есть какие-то моменты приличия А вот кукле можно И вот я в кукле закладываю Что-то такое А все приходят на выставку И говорят Ну да Ну вообще кукле это можно Это же кукла А на самом деле Все равно это я Потому что каждая история Она вот списана с меня Да, я как-то читала в интервью Что об этом говорите Но главное одно Что это очень нравится людям У нас есть вот мнение Человека очень известного Тоже вашего друга знакомого Олега Ивановича Ананьева Член художников Союза художников Писателей Беларуси Давайте послушаем Что он говорит о вашей выставке Это такое всенародное мнение Когда привезли Произведение Натальи Полуниной Борисевич Что первыми зрителями Их оказались сотрудники Нашей областной библиотеки И знаете Первый вопрос Который был очень искренний Который они задали А кто автор? Он, наверное, из Европы То есть впечатление того Что у художницы Явно европейская культура Такое свободное Смелое Ассоциативное мышление Очень ощутимо И ощутимо то, что Сразу видно Кто является кумирами В мировом искусстве для нее Это Модельяне и Боск То есть какие-то Образные элементы Она подсмотрела У этих художников Но переосмыслила Она уже Как Творец 21 века Я вспоминаю Открытие Ее Первой Персональной Выставки У нас В областной библиотеке И Вспоминаю То впечатление Которое она Прозвела Как личность Это вызвало Искреннее восхищение Буквально у всех зрителей Потому что было Бесконечно интересно Общаться С человеком Который Даже Общается Именно В Образном Контексте У нее Прекрасная Стихия Вот это Поэтическое Мировосприятие Ощутимо Во всем И в ее Авторских Куклах И в то Как она Воспринимает Жизнь В серии Любимый Гомель Издательским Домом Вечерний Гомель Медиа В 2013 Году Была издана Книга Исповедь В красках Это Проект Который Позиционировал Позиционировала Гомельская Областная Организация Белорусского Союза Художников И в ней Представлены 86 Художников Которые Вошли В историю Ныне Живущие Уже Покинувшие Этот мир Но Которые Оставили Себе След В истории И Среди Вот таких Художников Очень Приятно Было Решено Что должна Оказаться Наталья Полунина Борисевич Потому что Ее Творческий Мир Достоин Такого Внимания Уважительного Отношения И она Здесь В числе Профессиональных Художников Которые Являются Членами Союза Художников И Вот здесь Представлено Ее творчество И графическое И авторские Куклы И информация Развернута Информация О ней Таля Ну что Олег Ананев Раскусил Вас Или нет Раскусил Раскусил Действительно Как-то Получалось Что я Приболела В это Время И муж Делал Эту Выставку И вот Он Мне Принес Мне кажется Я даже Сразу Выздоровела То есть Он Принес Эту Весть Говорит Что Как Собрался Народ И стал Расспрашивать Всем было Интересно Какая Я Внешняя И все Даже Ждали Этого Открытия Вот Какая Я Приду Вот Какая Это Черненькая Или Беленькая Худая Или Очень Полная Вот Какая И как Все Прямо Защебетали Когда Я Появилась Все Эти Работники Телевидение Это НТВ И все Так Ой Ой Мы Так И знали Что Вы Так Кстати Мы Знаем Что Эль Куклу Механическую Вы Вы Как Она Поживает Она Поживает В таком Умеет ожидать И ждет Она Находится В кофре И Значит Моя Половиночка Она Конечно Очень Творческая И Увлекающаяся И вот На данный момент Он увлечен Музыкальной Шарманкой Он считает Он сделает Это точно И будет там Куколки крутиться И он считает Что Вот он с этой Шарманкой Будет ходить По городам И весям Белоруссии И в общем-то Радовать народ Так что Скоро Мы такого Шарманщика Увидим Ну а кукла Это отодвинулась Вот наверное На сегодняшний день Ему Может и не очень интересно А может он просто Не знает Как с ней дальше быть Потому что Вот Может не совсем удачно Вот наш был этот выход Я могу Хотя его подвинула Именно я подвинула Я могу Думаю Надо как-то Чтобы он В люди выходил И даже мы попытались Режиссировать эту историю Она не совсем была понята И как-то даже Глупо было обозначено То есть вот странно Даже как-то Повели себя судьи Да Вот Но все равно Это был какой-то Выход в свет И конечно Я считаю То что он сделал Ну это уникально Вот все равно Абсолютно С вами согласен Да Гений Тоже творческий Художник Интересный очень человек Наталья Напоследок Поделитесь пожалуйста Своими планами На будущее Что О чем мечтаете Что планируете Даже не знаю Как вам и сказать Мои хорошие Дело в том Что я вообще человек Я как-то бабочка Я живу Вот сегодняшним днем И я никогда Не задумываю Что там будет Впереди Вот как бы я радуюсь Вот здесь и сейчас Вот так Делай что должно И будь что будет Конечно я Каких-то таких планов Не строю Я вот как бы Купаюсь в этом дне Вот я вот сейчас С вами абсолютно счастлива Я в какой-то Нахожусь в гармонии Мне вы очень нравитесь Я наслаждаюсь Как эстет Вот вашими лицами Вот как вы говорите Как вы со мной общаетесь И мне вот этого достаточно Мне даже не хочется думать Что будет там Через неделю Сегодня я буду Вот это вот все Прожевывать Вот я буду идти Вспоминать это все И буду процеживать Нанизывать Ну конечно я жду Новый год Я очень жду Я очень люблю этот праздник Для меня это сказка Я очень верю в Деда Мороза Я верю во все чудеса Я не обозначаю эти чудеса Я не говорю Что я хочу там много денег Или я там хочу машину Все это для меня неинтересно Я просто жду неожиданного чуда Вот вся прелесть Чтобы оно пришло А я не знала Какое оно Поэтому вот я еще Вся в этих В ожиданиях Вот первые снежинки С нее западали Я уже носом словила Я почувствовала Она где-то защекотала Там у меня на носу Я почувствовала Этот Новый год И подумала Господи как жизнь прекрасна Поэтому даже вот Какие-то такие планы Я не строю Я просто хочу быть счастливой Просто живой Наслаждаюсь каждым днем Я просто вот хочу быть счастливой Я абсолютно счастливый человек Абсолютно Вот говорят Нету абсолютно Я абсолютно счастливая Как здорово Спасибо вам большое Мы тоже ощутили Эту частичку счастья Спасибо большое За позитивную энергию Которую вы принесли В нашу передачу Спасибо, что пришли Дорогие телезрители Новый год уже не за горами И мы желаем вам приятного Такого же творческого Радужного И замечательного настроения Дарите друг другу Радость и счастье Наша передача подошла к концу Доброго вам вечера Всего хорошего До свидания Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова